Гвардиоли же так там попадут. Может, я буду? Давай, давай. Она же не думает, да? Кто-то подумает, что ты обоссался просто. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Хорошо. Это не загад. Мастер спорта по угадыванию счета. Находится здесь. Злые прям. Злые? Русско-злые ура. Так что до конца надо переть. Достал нож, режь. Потуху-петуху. Ну что ж, дорогие наши зрители, это YouTube проект Спорим. И сегодня у вас, наверное, вопрос, почему Дидар сидит в центре. Я хочу просто, чтобы ребята это сказали. Это третья победа к ряду, ребята. Победа за нами. Лидер снова. Я себе поставил цель, чтобы в этом сезоне победить. И я думаю, что я иду к своей цели. И скоро хочу себе еще задачку утили жить, так скажем, да? И сделать пять к ряду. Получится, не знаю. Посмотрим. Ну, откуда, скажите, ребята, я мог просто узнать, что РБ Лепцик вынесет Баварию. Как он красиво, да, сделал? Вообще, изначально я сентазис центра сидел. Говорит, я ведущий буду. Может, я буду говорить? Я думаю, ради чего он совраде в этой фазе. Я, Эдидо вообще не думаю. Эдидо, Эдидо, Эдидо. Эдидо, Эдидо, Эдидо. Эдидо, 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 Эдидо. Бавария – катастрофа, Дортмунд выиграли, все. Мне кажется, дома последний матч они не отпустят и по-любому станут чемпионами. И, в принципе, то, что мы обсуждали, ребята, какие были у нас сюрпризы. Я говорил, что Наполи будут играть на победу. Да, говорил, братан. Красная карточка, конечно, подвела вчера, да? Да. Ну, знаешь, что вообще кайфово, вот Эдидо, вот, настоящий красавчик. Вот прям, кому балдавал. По факту, да. И совмач Барла прямо сыграл, короче. Да, 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 в принципе. Я говорил, типа, Наполи… Он про Эрболептик мне сказал, вот, мне кажется, вот это вот. Да, да, про этот, как его, Наполи и Интер, он сказал, будет много. Ты на Наполи поставил тоже. Да, 3-1. Я поставил на ничью, по-моему, да? Да. Наполиин. Но он не угадал. Да. Мастер спорта по угадыванию счета. Находится здесь, рядом с тобой. Остающий красавчик, брат, ты красавчик, серьезный. Я вообще иногда… Вот для меня самый топовый брат – это ты. Спасибо, брат. А Дидор же сейчас выиграл, чё? Не, мужики, вы в курсе, что по победным сериям сейчас я лидирую? Вы не считаете свою победу? Не, не, брат, это… Эээ, Хумандар, джигатерский, я четыре раза или пять раз… Нет, подожди, у меня в общем 38 очков, у тебя сколько? Нет, почему, по баллам, что ли, считаем? У тебя 34, да, сейчас? Да, да. У тебя сколько? Подождите, господин продюсер, мы чё, по баллам считаем? Побал, по победам… Побал. Побал, брод. Побал. Очень побал. У меня 38, у тебя сколько? Блин, я не знаю, я не считал… Ты не следишь за своими победами, да ты? Нет, ну я типа вот выиграл все, типа, выпуск, я победил, типа я так считаю. Ладно, все, Дидо, брат, ты искренне выиграл. Пусть давай поаплодируем, он выиграл. Ты же этого хочешь, ты же этого хотел, да? Смотри, смотри. И, давай, брат, ради нас про TikTok. Sing it now on the phone and sing it now. No way. Что за? Ой, ладно. Yeah, Mark. Короче, ребята, давайте вернемся. Все-таки мы серьезные организации. Давайте, ну, начнем с того, что типа, ну, что мы ожидали. И, в принципе, все, что мы угадали, это Манчестер Сити и Астон Вилла. Ой, Астон Вилла, я говорю. Челси. Я не знаю, что происходит реально с Лэмпордом, не знаю, что происходит с Челси. Но вот сколько я верил, помните? Сколько я там за них топил, но я не знаю. Может, в следующем году перестроят команду и немного выведут ее на прежний уровень. И Манчестер Сити чемпионы. Да? Да. Это же будет круто, ребята. Крутая история, если сейчас они еще Лигу Чемпионов забирают. Представляешь? Победы. Ну, никогда такого, наверное, ну, не знаю, у Пепе Гвардиола точно не было, да, что он выигрывал Лигу Чемпионов. С Барселоны был один раз, да? Требл, да, у него был? Ну, а так, типа, вот, у него после этого сколько засуха? Сколько лет это получается? Ну, знаешь, почему у Лэмпорта не получается? Почему? Потому что, ну, тысячу лет всем известно, что он диспетчер с Челси. Сердце Челси, он же не тренинг Челси. Правильно? Ну, да. Ну, да. Он ставит, мне кажется, более… Чуть серьезнее относиться к Фифе. Мне кажется, он более замудренно, да, как-то подходит к своей работе, и, не знаю, у них более… Ну, вот эта… Игра у них есть, мяч держит, но, как будто, до ворот, там, атаковать как-то не умеет, что-ли. Как-то так. И еще, брат, сидит на второй состав Шехтлой. Да. Прям, вот, чё обидно. Не, мне кажется… Тушит, как же это, миллион евро замен Дотер, прикинь? Да. Ну, прикинь, вообще… На банке сидел и… Два равноценных состава, это же круто, да? Просто любого, вот так, тренера такой, э-э-э, мальчик ты выходи, и… И он… И он, шех, перед того… Вардиолю же так, там, попадут. Может, я буду? Давай, давай. Она даже не думает, да. Может… Да, шехтлой смело. Да. Как играть? Сам как умеешь, да? Ну, я же вратарь, да ничего, нападение не сыграешь. До такой степени. Да. Ну, и Ливерпуль, Астон Вилла. Что, поэтому? Фирменова, прощальный матч был, да? Серьезно, это был прощальный его матч? Да. Это очень обидно, да. Бля, ну, реально. Ваде… Грустный, да? Грустный, да. Грустный, вот, порой, драматичный, вот. Вот, Фирменова, как он плакал, он еще сравнил уже. Он забил гол, все, он уже не выступает, выходит. А ты в курсе, вот, тик-токи видели? Первый гол, этот, Салах, когда забивал, пас дал, оказывается, Фирменов. А вот, прощальный матч, Салах дал, Фирменов. Прикинь? Э-э-э-э. Символически, да, ребята? Это, это вот, это вот… Валерийский Ливерпуля давайте. Кромсарч Храйланд. Так что, это очень печально. Да, проводим, проводим Роберто Фирменио, получает, он завершает карьеру? Нет, почему? Переходит другой клуб. Переходит по ходу. Да, первым переходит. Да, первым переходит… Да, давайте по Фарберт Фирменову за игры в Ливерпуля. Он достоин того, чтобы нахурманаза Байтерсунова его оценили, вот это. Он это чувствует сейчас. Да, мне кажется, вот какие планы у него, как вы думаете? Мне кажется, он перейдет в чемпионат Бразилии. В первую очередь, он, наверное, Зикар возьмет. Не, реально очень печально. Можно было, мне кажется, подпускать. Мне кажется, это, знаешь, типа Мане-Фермина, вот эта их связка, да? Как Мане ушло. Сильно было. Ну и, пацаны, не забывайте, что остановил Эльверпуль 1-1. Я тоже чуть-чуть повыебываюсь. Ты не против? Ну да. Да, угадал счет. Бердейбер. Хотя, я помню, Ягита еще там посмотрел 1-1. Ты шаришь? Я подумал, блин, он, наверное, разбирается. Потом вспомнил. В футболе чуть-чуть у тебя лучше. Ягита, извини. А у нас потом еще, получается, в принципе, вот... Вот Реал-Валенсия. Матч Куриндерма. Видите, что творится? Нет. С Венисом. Он в карьере получил первую красную карточку. Из-за того, что спровоцировали болельщики Валенсии. Факт показал он вроде, да? Не факт. Факт там был еще. Типа... И после этого просто стоял и плакал, прикинь. Прям еще... Человек обидно. Реал-Мадрид. Хатерл. Лига, да? Вчера же тоже проиграл Реал. Да. Конец сезона и все. Улетели из ЛЧ. Третье место. Атлетчик Мадрид. И это так обидно. Всем болельщикам Реала, давайте, пацаны, держимся. Следующий сезон наш. Может быть, да. Да. Ну, навряд ли. Да. Давайте поговорим про Наполе-Интер. Давайте Наполе-Интер. Обсудим. Если честно, я матч вообще не смотрел. Наполе-Интер прям респект я не ожидал. Да, прям... Они просто их переехали, ребят. Просто переехали. Второй тайм уже Андрея. Первый тайм 0-0 был. Второй тайм, да. Пацаны начали играть. По игре просто. Ради болельщиков. Матч Гордон-Бастин? Терпь меня, обзор ДГордон-Бастин. А кто его забил? Джуньер уровня забивали там. Чемпионат Италии не знаю, брат. Серьезно я не смотрю, правда. Обзор я просто... Я просто, знаешь, типа, из-за того, что мы спорим же... Шатханде, вот примерно. 2-0, да? 2-0, да. 2-0, да. 2-0, да. 3-1, да, потом? 1-0, 1-1 и 3-1. Не, значит... Не, просто... Не забывайте, пацаны. У Интера красная карточка была. Да. А, кстати, вы заметили, да, что Интер же с остальным составом? Да. Не, ну, это же тоже, бля... Что-то означает же, что они тоже выходили не просто так. Номер отбывать. Конец сезона, вот, серия А, да? Прям вот тебе интересно. И Брундеслига прям... Что там творится, короче? Нет. Я от Италии. Наполи, Милан, Интер. Это же капец. В плей-оффе шоу. Это большой показатель вообще. Да, да. А чемпионат Англии, да? Сити, Челси... Арсенал был. Ой, Челси, да. Челси же был, правильно, был. Арсенал был, да. Ост сезона как был, да, вообще? В плей-оффе как был? Ливерпуль, Челси. Ливерпуль, Челси. Сити. Вот три команды, да? Угу. И получается Германия, да? Бавария, да? Если мне этот пацан вам пизда пришла бы вообще здесь. Да. Этот, давайте про Баварию пару слов. Давай. Ну, вообще, ну че скажете? Ну, я ставлю победу Баварии, я думаю, что Бавария победит 2-0. К сожалению, она проиграла 1-1-3. Или какой счет был Баварий Левцик? 1-2? 1-3. 1-3. 1-3. 1-3. Я вчера смотрел матч Дортмунд. Играли 1-0, выигрывали. В конце такая, ну, непонятная игра. Бах, второй, и на третий, да? 3-0, все, там такая радость. И сейчас, прикинь, если Дортмунд просто не проигрывает. Ну, то есть, свою игру забирают чемпионы. Знаешь, за кого мне прям очень радостно? За Марка Ройсова. То, что он, бедолага, блин. Блин, через чемпион был Неватро. Он когда, помнишь, когда Дортмунд стал чемпионом? Это был в 2012 году. В 2012 году он, когда переходил в аренду в Мюнхен Гладбах, да? И, получается, аренду в Олденге сделал. Чемпионом был. А, оказывается, кайт в Орлово. И капец. Так что за Марка Ройся очень-очень радостно. Не Бавария, это еще, брат, Манеша под шубомотик. У них состав получил, да, такой, типа... Ну, у них этот хаус по отрубали вообще. Да, вообще он, да. Другая что-то цепится. И, что прикольно, Левандовский был. Седачный пиво был. Левандовский ушел и сразу, типа, валится. И слух по отрубке Харихейн может перейти в Баварию. Ну, тоже прикольно, типа, Левандовский, да, если заменяет, было прикольно, да. Ну, что, ребята, в принципе, обсудили все матчи, которые прошли. Давайте перейдем к наказанию. Да. Кто же у нас проиграл? Да, брат, блин, я честно скажу, в тот раз, когда мы уходили с тобой, это тогда еще готовили. И вот Арс вот так кушал и сказал, ой, блядь, ну, где-то. Я подумал, блядь, это мерзкая тема. Короче, наказание у нас тут нужно как-то что-то сесть, да? А вот он, а он сломает много? Так. Неги сендерди, блядь, наказание у вас дитинер семен? Ммм, так да. Дай посмотрим. Спайси, брат. Спайси глютен. Морнинг саншайн. Почему только морнинг саншайн непонятно? Эта же песня, брат. Ммм? Короче, песня. Негостану же Югорика, да? Короче, я понял прикол. Смотри, спайси глютен, морнинг саншайн переводится в как утренний рассвет же. Соответственно, ты сейчас его пока покушаешь и утром пойдешь в туалет и будет в морнинг саншайн, брат. Так, давай, блядь, байкабришь? Ме-э-э, смотрю, капает что ли на себя капнул прики? Для, родной. Блядь, капнул, пиздец, она же потела. скучно существо о что щасы сахску за острых острый щас сильно соск про тасс по еще типа этот чеснок мимония не хочу я то нюхал но его похоже этим кивен дрифтуешь же на машине резины по мнению брата на бизнес-команда стив пенсия с идикаем после тренировки я реально говорю твоя мать за это своих пацанов команды поддерживаешь салпетка вросал пятка на всех капнулся 3 кто-то подумает что-то обоссался спасибо брат пацаны на баре джеку в рекома мне кажется пахнет она еще не вкусно мне кажется достаточно все пацаны на каждую честно паще вот в этом сезоне часто проверили туда прям сильно жестко что-то прошлом сезоне вообще было мало да давайте похлопаем весь интерьер красавчик он он эту гадость в рот наложил это уже ли я по идее много скиньян дабы угры хуй жидкие но про сухую еще вонят видно что нал ворвай лежал ее недели миссик оттал никому что то же странно когда в третью съемку или вторую съемку снимали на здесь как наказание было в реку пилу ну чё я синтай все отдышался готов давайте начнем ребята обсуждать матчи бороться борося дортмунд маяц давай сначала скажи бро как ты думаешь в чем главная сила маяц и брат маяц и рингвизе в маяц мне кажется честно и чемпион германии 4 команда на на тайный лоб как и все в принципе да не ярые болельщики там у нас есть команде богдан да который там будешь ли вылит мой май там капец это же там это я ничего не знаю но я дортмунта бай поверхностно тоже знаю но я уверен что вот этот последний матч никак они не отпустят тут все на кону прикинь сколько лет шли к этому вот она перед тобой нельзя обсираться все только победа так что ребята давайте вам предоставлю то есть шанс возможно кто не знаю может еще скажем айнс победит потому что тоже есть психологическое давление правильно и мне сказать да да давайте так боруся маяц боруся ты говоришь о том что боруся уже становится чемпионом если побежать если побеждает чемпион еще два матча нет почему последний же матч последний матч до по руси в руси есть величайший шанс стать чемпионом соответственно они точно его не упустят поэтому я оставлю что будет 60 в этом чемпионом победа борусь и она генератор таких результатов хозяйства не лиц 6-0 если 6-0 сыграет для я отвечаю я здесь кувыркну здесь на камеру блин смотри 6-0 сыграет пока я пока подумаю кто забьет вы пока продолжать давай сентай тебе минус примерно вот моя санда и соперник порвой и бавария кажется дортму карста прокатурный всегда забивает голланды прям не дает прям легкую победу и маяц что-то в конце сезона прям хорошо идет забивает добивная команда в целом боруся вот я думаю борусь не упустит свой шанс стать чемпионом это я думаю вообще типа если боруся сейчас проиграет или сыграет в это будет кринж года и я был я думаю счет будет 3 1 обе команд забьют и борусь выиграть думаю голы забьют халер халер и думаю ройс типа у изночемпионский сезон до завершить типа за и последний голландсал короче отличиться либо беленья типа теле сезон дарял где где-то и последнего и да за дортман типа тоже поможет это али точно и давайте билинге билинге маляр бельзу тоже зависел из кого счет скал 3 1 интересно интересно 6 0 3 1 ты что думаешь мне кажется да маяц один забьет но счет будет мне кажется такой напряженный такой мать будет знаешь типа где-то 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 или броди 0 сон и вот яхт мин джеки воин да потому что понятно что борусь победа нужна но они тоже будут осторожней не дай бог какой дурачок на контратаке залетит например так что поставлю давай еще ты ты сколько поставил 3 3 1 давай я поставлю на счет 41 поставлю ну я думаю что я думаю что типа это вполне реально давай гогалы забьют билингем и давать на россии поставлю просто на типа прось по-любому же ходу освоен дать и потому что там чемпионский ой вот и даже в конце его там тренинг на минут двадцать там я не знаю . будет там дай бог это будет очень символично так забьет дай встать aller дубль а геннисты хорошими до 6 на самом деле это юмор же а ты 0 победа борусь и дорманд альдер дубль база жжет база жжет близко к реальности но близко к реальности может быть такое принципе да и у нас у троих принципе да все одинаково давай зафиксировали ты гришь 3 0 ты гришь 3 1 я говорю 4 1 переходим к следующему матчу давайте манчестер юнайтед челси манчестер юнайтед челси человеку играет манчестер юнайтед чем чем челси блин давайте не рать наш да у бронуля вот как настоящий 7-0 там до конца говорит и выигрывает Не-не, брат. Он меня ещё обвиняет в животном. Да-да-да. Слушает, слушает, слушает. Потом в конце своё мнение говорит вот так. А лично, наоборот. Так что, брат, давай. Не-не, давайте вы, ребят. Пожалуйста, я просто... Не-не, я не знаю. Я могу первым сказать. Нет, смотри. Ты по-любому, я уверен. И ты поставите сейчас на Манчестер Юнайтед. Ты начался? Базар. Не, я вот сейчас думаю. Хочешь я скажу первым? Давай скажите. Мне кажется, будет здесь 5-3 победа Манчестер Юнайтед. Это не шутка? Серьезно, 5-3. Хорошо. Кто забьёт? Так, давай. Пусть будет. У Решфорд не на травме же, нормально? Нормально. Живой Решфорд. Мне очень сильно нравится Энтони в Манчестере. Прям очень сильно. Я верю в это пацана, что у него большое будущее. Энтони забьёт. Все восемь голов сказать мне? Нет, два. Два только, да? Достаточно тебе. Так. Давай так. Давай позже скажу, потому что очень много вариантов. Да? 5-3. Ты скажи. Я не знаю, брат. Типа, я тоже не знаю. Типа, я вот думаю, может быть ничья, а может быть Челси. Типа, знаешь, потому что уже концовка, типа чемпионат, надо реабилитироваться. Ничего хорошо. В принципе, что вы понимали, Манчестер Юнайтед уже тоже ничего не надо. Правильно же? Надо? Им надо. Брат, сколько надо? Ё-моё. И Челси надо. Челси вот не надо. Они уже через сердечки, уже шансов нет. Ну, блин, Андрей, давление сжёг ход, давление сжёг по всё, значит, Челси. А? Челси просто сильнее. А, сильнее. А, сильнее. Честно, по игре они сильнее, сто процентов. Но у них нет эффективных игроков, которые могут решить, ну, да, типа, там, Фелиш, там, Кэм Стерлинг, но чё-то машина пока не заводится. Давай хер с ними гулять так гулять, давай я ставлю на победу Челси. Хорошее мнение. Какой счёт? Мышно-мышно. Давай поставлю на 2-0 на выезде. Мышно-мышно-мышно. Ну, типа, понимаю, 1-0 может не быть. Угу. Угу. Галы забьют. 2-0 давай поставлю, голы забьют. Ну, давай, ну, а на кого кроме вот этих двоих личностей ставить? Ну, реально, Стерлинг и Феликс. Всё. Базажок агит. Да. Так, я думаю, Эмю выиграет. Угу. Они должны поставить точку в этом сезоне. И... Господи. Так... Мне кажется, вот за нагзят они, блядь, Челси. Серьёзно. Счёт будет 2-1. 2-1. Да. И кажется, Челси, как всегда, подвёл Дидара и щит подводить от Челси. Вот если... Уважаемый зритель, если в этом матче проиграет Челси, я отвечаю, что никогда не буду болеть за Челси и не буду даже за Лэмпорда топить. Потому что я в этом сезоне только на них 5-6 раз играл. Помните? Изначально, когда мы начали снимать. Ну, реально, надеюсь, эту веру они оправдают. Я понимаю, что ситуация тяжёлая. Я просто... У меня там... Айтвад Рендау. Ха-ха-ха. Так я ещё раз писал. Не думаю, как просто. Так, вот, я хотел сказать игроков. Забыл уже. Типа, только что думал, чё почём. Холайкин. Пол Сколс может. Чё, посоветуйте? Эмюда. Эмюда? Да. Забивающие. Хорошие. Вот Решфорд, да? У них все забивные. Фернандеш. Фернандеш, да, ещё? Кто ещё? Что можно забить? Да, у них все. Да, теперь всем. Вот по игрокам, типа, знаешь... Самый забивной у них кто? Решфорд же? Да. Решфорд ещё. Справа Энтони у них бегает сейчас, да? Энтони сейчас бегает? Бегает сейчас Энтони? Нет. Ну, он этот... Не забивает? Да, он что-то... Вот смотрите, забьёт он. Да? Давай всё-таки... Решфорд и... Харе Магуайдесе, да? Так... Брат, поставь вас, может забить? Может забить? Фернандеш. 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 Решфорд, Фернандеш, счёт 2-1 эмю. Ой, 2-0 эмю. Ты сказал 5-3? 5-3. Ты сказал? 2-0. 2-0. Челси, брат, до конца мы идем. За Челси. Ну, давай, типа, только уважаемые продюсеры... Тяжёлую можно? На Казани там с Хавкой что-нибудь другое можно будет? Ты уже думаешь, ты проиграешь? Ну да, я думаю, что в этом матче я проиграю. Давайте дальше. Нет, подожди, я же не назвал футболиста уже ещё. Простите. Простите, пожалуйста. Я вообще думаю, если честно, вот у меня... Я метаюсь между 5-3, блин, и 1-1. Очень тяжело, вот у меня всегда вот этот выбор. Давай 1-1. Я поставлю в этом матче. Ничего. Это реально? Это реальная тема. Реальная тема. Я думаю, что давай поставим... Просто не будем упендриться. Кай Хаверт-Решфорд. Угу. Всё. Хорошо. Все зафиксировали? 1-1. 2-0. Я говорю 0-2, да. Угу. И переходим к следующему матчу. А следующий матч у нас Кёльн-Бавария. Ребят, что скажете? Ну да, против Кёльна вообще сложно ставить. Да нет, брат. Там, вот я... Давай я первый начну. Убил, да? Ха-ха-ха. Да нет, ладно. Давай я первый скажу, не буду тянуть. И Баварии надо, и Дортмунту надо. Будут ждать того, иного, то есть исхода. Так что и они не облажаются, и те не облажаются. По крайней мере по футбольному. Так что победа 3-0. Баварии. Ну 1-3. 1-3 Баварии. Голы забьют Гнабри. И давай поставлю на... Шупомотинг, да? Да, правильно же нападающий? Шупомотинг. Вот. Шупомотинг забил. Угу. Шупомотинг. Да. Шупомотинг. Альер. Халер. Вот у нас в своем точном определении. Помните, как, по-моему, это обсуждали, когда Хави резко Чави стал? Да, да. Всю жизнь Хави, Хави, Хави. А потом Чави. А ты такой, что думаешь, ни хрена сяка с Мода Чави говорить? Как еще? Роналду. Да. Кристиану Роналду. Роналду. Кёльн. Бавария. Бавария проиграла крайний матч. Лейпцигу. Соответственно, они, мне кажется, здесь будут рвать и метать. Я поставил бы, знаешь, на какой счет? Я бы поставил бы на 4-0 или на 4-1, что-нибудь такое. Победа в пользу Баварии. Я думаю, Бавария в этом матче разойдется. Угу. Давай я поставлю 4-0. Угу. Победа Баварии. Угу. Победа Баварии 4-0. Я все еще верю в Комана. Пусть Коман будет. В прошлый раз, помните, я сказал, фланга гол в какой-то будет. Ну, Гнабри реализовал. Я, к сожалению, матч еще не смотрел. Обзор тоже. Да, Гнабри, кстати, в центре играл. В центре играл, да, в этот матч? А кто справа играл? Не знаю, даже не помню. Да, раз он играет 4-2, пусть будет, да, Гнабри и Коман. Угу. 4-0. Победа Баварии. 0-4, да, получается? Да. Я думаю, от Баварии. А, кстати, кто по времени первый играет? Они параллельно играют. Параллельно? Параллельно играют. Вау, тогда интересно. Думаю, тогда будет 3-1. Бавария будет мотиваться. Верю, что Дортмунд сыграет в ничью. И поэтому 3-1 Керлин все-таки должен забить. У них есть напряжение Керлин. Я сказал 4-1, да? 4-1, да? 4-1, да? 4-1, да? Я сказал, пойди 3-1 же сказал. 3-1, да? Ну а ты зачем? А, если 3-1 идет? Да, родная. Тогда давайте все. 3-0. Керлин не забьет. Да. Керлин не забьет, да. Бавария. Кто забьет? Не забьет, Керлин. Кто забьет? Керлин не забьет. Нет, кто из футбористов забьет? Счет 3-0. У меня брат Айфлотер Мошен, типа исход, как, че? А че ты перебиваешь? Хорошо. Капец, правда, всем ведущим вам, уважаемые друзья и зрители, скажите, это вупс ваш неинтересно, да? Скажи, бля. Сейчас ждем ответа, ответят ли? Нет, ответят ли. Ответили, да. Счет будет 3-0. Уверенные по победе. Бавария. Голаза бьет. Гнабри и Мусьяло. Да. Ну, зафиксировали. Все. 3-0. 4-0. 4-0. 1-3. Ну, че? Ювентус. Ювентус, Милан. Бедный Милан, который вылетел на этапе полуфиналов из Лиги Чемпионов, проводив Интер в финал. Не знаю, какое настроение у Милана сейчас, как вы думаете? Мне кажется, они очень и очень настроенные, да? Не, у Милан брат злые прям. Злые? Они в конце, последний матч, выиграли 6-0, 5-0. Сколько там было? Вообще прям без шансов короче. Такарлопотарлопот. Блин, ребята, честно, я даже не знаю, что сказать. Ювентус Милан очень непонятный. Тут смотри, я как человек, который поставил на Челси, и сейчас я должен тоже поставить такое, что меня прикроет против вас, что если эти события сыграют, что я окажусь победителем. Так что всем бреншают? Не, брат, мне тяжело сказать. Давайте я переварю, потому что всегда... Смотри, Ювентус... Почему? Всегда, брат. Устанда всем вообще бреншит ханжоксен. Брат, мне всегда... Вот, мне бренши, бренши матча, бренши дает там, потом Илёк и Икры дает, всем вообще ханжоксен, брат. Это был последний, который говорит. Повторяешь из Баварии Larry, вы где хочешь больше баура? Нет, Баваров! Наслаждаго здесь нет, Бавары... Они, индиала анкре poster. Однако MSG Док música обманан. Нет, у меня рядом есть. Якобы и люди говорили, переходи за вторым событием, имел тебя лучше как раз будет почту, наверное. Где он ты говорила? Я поговорила из Баварии underestimate clо. Баба, зачем ты серьезно? Он сказал, что еще раз survived stick. Дмита к нам�ала какую-то подарок. Да, яuka с тобой и увентаить у неё,ージочка элино. Где так, брат? За кого? За «Ювентус», да? Блин, я говорю тяжелый. Я за «Милан» и за «Ювентус». Чисто на базу спорят. Нет, брат, я тоже, например, думаю, что тут «Милан» тоже может, по идее, забрать очки. «Ювентус» дома играет, братан. Ну и что, братан? Еще они злые, потеря 8 очков. Дай подумай. Ты хочешь на «Ювентус» поставить? Дайте мне 8 минут подумать. Дидо, вообще, типа, все ряды любимый клуб «Милан» везде? Да, любимый, где я. Просто, везде, везде, везде. Казар вообще, ты, наблюдаешь? Сейчас я не смотрю. Не смотрю, а что? Да, не интересно, кажется, уже. Ты еще больше попал в ММА, да? Сейчас уже, да, где-то UFC. Мощно, мощно. Русская ты болтаешь, брат. Не, ну, ребята, я… Сильный. Примерно… Да, что думаешь? Как думаешь? Вот мне непонятно, какое настроение у Милана. Типа, они разбиты или они злые, понимаешь? Позвонить, давай. Позвонить, давай. Какое у них настроение? Какое у них настроение у Милана? «Ювентус» по-любому сильный, хороший. На втором месте идет. Мне бы хотелось, наверное, больше, чтобы Милан выиграл. Угу. В таких матчах нету вот этого, знаешь, типа, кто сильнее. Там просто характер решает. То есть, Андрей, Милан Ювейн… Вот она, ты давай, скажи мне… Не, вообще не… Потух, петух… Не, смотри… Короче, я здесь, блин, очень тяжело. Я бы, честно, опять бы на ничью поставил здесь. Да. Ну, типа, ничья, знаешь, не 1-1, а где-то 2-2 я бы поставил, возможно. Ну, ты ставишь, да, короче, на эту? Ну, пока мое мнение такое, но, видишь, я могу еще его поменять. Угу. Ну, я думаю, знаешь, типа, ивент – это хазеростная проблема у вас. В целом, типа, снять очков, штрафы. И, в целом, у руководства станды уже напряжение, косяки. Поэтому игра… Там где-то зарплаты не выдают. Да, кажется, будет влиять прям сильно. Потому что, если на восьмое место, прикинь, весь сезон боролись за выход ЛЧ в целом, да, и просто потеряет… Типа, смысл играть с лошадой? А может быть такое, знаешь, что еще может быть? Что уже давно решено все? Может, все нормально? Просто до нас еще пока это не дошло, что все решено, решилось. Да, да. Не, вдруг… Ну, есть основная проблема у вас. А Милан сейчас на пятом месте. Они вылетели из ЛЧ. Да. У них уже все, типа, они злые. Типа, как, если они… Типа, уже в ЛЧ играли в этом сезоне, и поэтому уже поняли, да, там, как играет, чё, Хавай. Типа, примерно уже, типа, Кшки Оптель, Геноватор. И они не должны вообще пропускать, по идее, Олдала сезон ЛЧ. И поэтому в этом матче, кажется, Милан, типа, характер мощнее, кажется. И поэтому, я думаю… Вы что думаете, господин? О, он же сказал, по-бругому. Я, короче говоря, давай не буду тянуть. У меня вот как будто вот здесь вот сердце вот подсказывает. Как будто Ювенс выиграет, короче, прикинь. Есть такое ощущение. Да? Как будто не просто даже выиграет, а даже нормально выиграет. Типа, так что, давай, была не была, гулять так гулять. Ну, раз уж против попёрли системы, так что до конца надо переть. Ребята, у меня созрело мнение. Давайте я ставлю на то, что будет счет 2-0. Голы забьют Влахович и Димари. Я думаю, Милан выиграет с счетом 1-2. Голы забьют Рафаэл Ляо и Влахович. Да. А Димари, кажется, не забьет, потому что он любит ассист делать. Я думаю, что здесь будет… И я хочу поспорить с Дидой на один балл. Брат… А, ты хочешь отыграться за прошлое? Да, да, да. Брат, я не играю в азартные игры. Это вернется? Да, маба… Я, серьёзно? Паспорт? Нет, брат, нет. Нет, Диду, да, паспорт. А это вернется? Я думаю, здесь в этом матче, пацаны, будет… 9-6. У меня вот, чувак, что будет ничья, прикинь. 6-6. 2-2 будет в этом матче. Ну, с другой стороны, Милан, он ощущение такой незабивной же, по идее. Брат, почему? Ну, по крайней мере… А, ВЛЧ, да? Прекращай. 5-0, Наполи убрали, родной ты чё. Так, я думаю… Ну, давай я поставлю на победу Милана в этом матче. Угу. Ну, ЖРУ пусть будет. ЖРУ вообще выходит? Да. Прайаниматчик входил? Да. Ну, что-то, да, зафиксировали. Ты говоришь 1-0. Ты говоришь 1-2. Я говорю 2-0. И, в принципе, мы на этом заканчиваем обсуждение, ребята. Мне очень сильно понравился сегодняшний выпуск. Интересно, почему? В роли ведущего, потому что я считаю, что и вам, дорогие наши зрители, тоже понравилось. Так что пишите в комментариях Дидара в центр. Если вы напишите более 50 комментариев, а это я добьюсь его. Я шучу, Лан. Давай, просто реально. Пишите просто Дидара в центр, если вы хотите вот здесь меня видеть, то мои соведущие, вот, партнеры, так скажем, да, уступят это место. Обязательно. Конечно, понимаем, что здесь два гепарда сидят, так скажем, да, шоу-бизнеса. Ты, кстати, за корпоратив сколько берешь? Где-то… Ведешь же с вами? Да, да. Сколько просишь? Серьезно? Да. Да. Так что, Тойлард вид уже… Барменетти. Ладно. Уважаемые наши зрители, всем спасибо за ваше внимание, за ваши просмотры. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и надеюсь, что победа останется за мной. всем пока. 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 Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok